Давайте вместе откроем послание к Ефесянам 2.8. Ефесянам 2.8 Я назвал бы сегодняшнюю проповедь одним словом. Свершилось. И Иисус все сделал. Ефесянам 2.8 Ибо благодатью вы спасены, избавлены, исцелены, восстановлены. Все это заключается в одном слове. Ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. В расширенном переводе звучит так. Ибо дарованный вам благодатью, такова сущность благодати, она дается даром, незаслуженной милостью Божьей, вы спасены. Мы спасены Его благодатью, избавлены от осуждения Его благодатью и сделались соучастниками спасения во Христе через свою веру. Через нашу веру мы спасены. Благодать обеспечила нам все это, но получили мы это своей верой. Благодать обеспечила нас всем необходимым для жизни и благочестия, что даровано нам от Божественной силы Его всем, что нам нужно, чтобы прожить необыкновенную жизнь. Это обеспечено, это свершилось, это уже сделано, это сотворено, все готово. Но чтобы все, что уже сделано, проявилось в вашей жизни, нам требуется вера, чтобы это осуществилось в нашем материальном физическом мире. Чтобы это случилось, понадобится вера. Я хочу вам кое-что показать. Давайте посмотрим послание к Титу. Найдите второй Тимофею, а Титу идет сразу после него. вторая глава, стих 11. Титу 2, 11. Давайте вместе прочитаем 11 стих. Готовы? Начали. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная, для всех человеков». Для кого? Для всех человеков. Для всех человеков. То есть для всех и каждого. Итак, если благодать Божья действительно явилась для всех, почему же не все ее имеют? Смотрите, что тут говорится. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Спасительная благодать Божья доступна каждому человеку на земле. Почему же она распространяется не на всех? Если спасение по благодати доступно каждому То мне кажется, все должны спастись Так почему же это не так? Помните, мы читали «благодатью» Что там? Через веру Это стало доступно всякому Но не всякий высвободил веру, чтобы принять то К чему открылся доступ Не каждый высвободил веру, чтобы принять спасение Которое благодать сделала доступным всякому человеку Поэтому нужна вера, чтобы принять то Доступ к чему открыла благодать Без веры, да, это свершилось Да, это сделано Да, это доступно Но без веры вы не можете получить то Что стало доступным А ведь доступно сделалось не только спасение Словом «спасение» переведено греческое слово «содзор» Которое подразумевает и избавление, и безопасность, и здоровье, и исцеление, и преуспевание Все, что нужно для жизни Так что вопрос не в том, как сделать, чтобы Бог сотворил все это Когда вам это понадобится Вопрос скорее в том, что все это уже обеспечено благодатью Но с нашей стороны требуется вера Чтобы принять то, что уже сделано Подумайте о чем вы молитесь Подумайте о чем вы просите Бога Подумайте о том, что вы так старались получить И почему-то до сих пор не получили Все это уже сделано Уже готово Не надо уподобляться собаке, которая гоняется за своим хвостом Видели, как она бегает по кругу? По кругу Некоторые христиане тоже бегают по кругу Но вот что нам нужно понять Бог по благодати уже сделал все Что нам когда-нибудь может понадобиться И это в открытом доступе Кому сегодня нужно исцеление? Не надо тут религиозности, друзья Просто поднимите руку Я спрашиваю без всякого подвоха Кому необходимо исцеление? Хорошо, опустите руки А теперь послушайте Ваше исцеление стало доступно 2000 лет назад Вы привыкли слышать Вы нуждаетесь в исцелении А исцеление уже обеспечено Но чтобы вам увидеть Как оно проявляется в вашем теле Потребуется вера Которая открывает доступ к тому Что обеспечено для вас благодатью Нужна вера Чтобы получить доступ к тому Что сделала доступным благодать Откройте пятую главу Послания к римлянам Римлянам пятая глава Я буду сеять это в вас Никакой христианин не должен думать Что можно обрести веру без слова Не бывает веры без слова Потому что слово Божье и есть ваша вера Нет слова, нет веры Мало слова, мало веры Много слова, много веры За день вы должны накормить свою веру И заморить голодом сомнения Вы кормите веру словом Обращаетесь к слову Питаете словом каждый день С утра до ночи И это слово будет менять ваше отношение Слово будет менять ваше поведение Слово будет менять степень вашей уверенности Слово, вам нужно слово Нельзя без слова Христианин, который не углубляется в слово Это христианин без веры Слово, необходимость Жизненно важная для христианина А не так, что вы бежите сюда за исцелением Но у вас нет слова об исцелении И вам не надо слова об исцелении Но вы выходите сюда и говорите Да, у меня есть вера Вы говорите, я верю Но это неправда Потому что, с одной стороны, у вас недостаточно веры Чтобы взять это из духовной сферы С другой стороны, у вас может быть вполне достаточно неверия Которая не даст вашей вере сделать ничего У вас может быть вера в сочетании с неверием И они нейтрализуют друг друга Друзья мои, я уже насмотрелся на притворство христиан Когда они делают вид, будто это работает Я знаю, что это на самом деле работает Но нам надо разобраться с некоторыми серьезными вопросами Если вы не пребываете в слове Но у меня не хватает времени на слово Значит, у вас нет времени получить то, что сделало для вас доступным благодать И вы будете пытаться добиться этого своими силами Потому что не находите времени перейти в сферу сверхъестественного Христианам надо обращаться к слову каждый день Так вы кормите свою веру, питаете ее словом Когда вы кормите себя словом Божьим, вы запасаетесь верой И что происходит? Ваше упование поднимается на новый уровень А потом еще выше еще И Библия говорит Не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние Единственный способ растить веру — это пребывать в слове Если вопрос в исцелении, надо найти все места описания об исцелении И углубиться в это слово Размышлять над каждым стихом Вслух провозглашать каждый стих Пребывать в слове И это дело не одного дня Вы делаете это два, три, три раза в день, четыре Вы показываете дьяволу, что вы серьезно к этому относитесь И вы будете так захвачены, так переполнены тем, что говорит слово о вашем исцелении Что придет сила, и вдруг ваша вера срабатывает И оказывается, что вы исцелились, потому что вы пребывали в слове Уделяли этому время И по правде говоря, многие христиане этого не делают Уделяйте время слову Прибывайте в слове А не рассматривайте золотые буквы на обложке Прибывайте в слове Рассмотрим послание к Римлянам 5.2 Найдите второй стих и давайте вместе прочитаем Готовы? Читаем «Через которого веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою» Славы Божьей Итак, мы получили доступ к той благодати, чем? Верой Чем? Верой Чем? Верой Так можем ли мы без веры получить доступ ко всему, чем обеспечила нас благодать? Нет Все уже сделано Все готово Все свершилось Откройте первую главу послания Ефесянам Ефесянам 1 глава Самая первая ступень к тому, чтобы увидеть проявление чего-либо в своей жизни, это узнать, что по этому поводу говорит Божье Слово Это фундамент Найдите, что говорит об этом Божье Слово Помните, я всегда это говорю Когда есть возможность, если вы не знаете Божьей воли, вера не работает Не работает, пока Божья воля вам неизвестна Воля Божья – это Божье Слово Вера не может действовать, пока воля Божья неизвестна Поэтому, если вы не обращаетесь к Божьему Слову, чтобы узнать волю Божью, ваша вера не будет работать, пока его воля не будет известна Вы должны понять, что говорит Слово Понять, какова воля Божья для вашей жизни В чем она заключается И тогда начнет действовать вера И при этом вы кормите веру, кормите, кормите Ничего не бывает просто так Повернитесь к соседу и скажите ему это Хорошо Хорошо А бывает тогда, когда мы делаем то, что необходимо, чтобы это произошло Итак, мы углубляемся в Слово, погружаемся в Слово, пребываем в Слово Приходит вера, потому что воля Божья нам известна Мы погружаемся в это Слово Если вам необходимо достичь материального преуспевания Вы находите места, которые говорят о преуспевании И размышляете о них, размышляете И это работает для чего угодно Помните ту историю про дом? Что они сделали? Они взяли все места писания о домах И начали размышлять о стихах про дома Провозглашать стихи про дома Смотреть на стих про дома И это произошло Но это случилось не просто так Это случилось потому, что они целенаправленно Высвобождали веру в благодать Чтобы взять ей то, что уже было доступно Этот дом был уже приготовлен для них Аллилуйя И на самом деле, поверь, они получили и этот дом И еще один дом Потому что первый был построен не так, как надо Поэтому они получили еще один дом У них оказалось достаточно верно дом, какой надо Поэтому в итоге они получили дом, который уже предусмотрел Бог Это работает во всем Но не сработает для христианина, который не уделяет времени Чтобы приготовить необходимые инструменты Чтобы пойти и снять со счета ему причитающиеся Когда вы идете в банк, чтобы снять там деньги со счета Вам для этого что-то необходимо Вы должны что-то сделать для этого Вы же не распахиваете дверь в банк со словами «Дайте мне денег» Во имя Иисуса Так не бывает Вы должны пройти через определенный процесс Поэтому, дамы и господа, задумайтесь об этой аналогии Представьте себе такой банк Находящийся в духовной сфере Естественным образом Получить туда доступ невозможно И там находится все, что нужно для жизни в этом мире При наличии верного кода Верного номера счета и верной подписи Слава Богу Вы можете выписать чек Можете снять со счета у Бога Со счета в духовном мире то, что вам необходимо А дьявол не хочет, чтобы мы знали, как это делается И тут действует религия Она играет на наших чувствах И мы скачем, кричим, вопим Но не знаем, как снять со счета то, что нам необходимо Кто-то признается, мне нужно исцеление И проповедник говорит, тогда кричи и провоглашай это И вы так и будете всю жизнь кричать, кричать, кричать А потом умрете Потому что не знали, как снять его со счета Это все равно, как если бы вы пришли в банк И начали вести себя вот так Вас или выгонят, или сдадут в полицию Потому что нормальные люди так деньги не снимают Вы будете только всем мешать И ничего не получите Вам надо углубляться в слово И если вы верите Богу насчет исцеления Вы не тратите все ваше время Изучая места материальным при успевании Вы находите места об исцелении Вы посвящаете время местам об исцелении Вы размышляете над стихами об исцелении Но, брат Доллар, мы же под благодатью И что? Вы думаете, разве под благодатью можно быть пассивным в вере? В Библии говорится, что все доступное нам по благодати берется верой Мы получаем доступ к благодати верой Аминь Ефесянам 1.3 нашли? Прочитаем вслух 3 стих Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа Благословивший нас во Христе Всяким духовным благословением в небесах По-моему, тут употреблено прошедшее время, так? Благословивший Он благословил Благословил нас всяким духовным благословением А в чем значимость того, что здесь сказано, что Он благословил нас всяким духовным благословением? Вот в чем Сейчас, в данный момент, существуют две сферы Мы живем в одной из них В материальной, физической сфере Но одновременно с этой физической существует духовная сфера Духовный мир Духовный мир существовал Когда физического еще не было Пока все понятно? Хорошо Физический мир Не мог бы существовать Небудь духовного Потому что в Библии сказано, что Бог есть Дух А все существующее возникло благодаря Богу Он сотворил Сформировал этот мир Словом Мир был образован Словом Божьим Есть невидимая духовная сфера А есть видимая, физическая И то, и другое — материя И материя разная В одном мире — духовная материя В другом — физическая материя Аллилуйя И то, что вы из своего физического мира Не можете заглянуть в мир духовный Еще не означает, что его не существует Духовный мир реален Это старшая сфера Родительская Она породила младшую, физическую сферу И последняя вышла из духовной Та сфера, что была первой — старшая Проблема в том, что если вы постоянно вращаетесь в физической сфере Вы становитесь нечувствительны к существованию другой духовной сферы Которую вы просто не видите Пока что Вам нужно доказательства Откройте шестую главу четвертой книги царств Четвертая царств, шестая глава Что вам нужно понять, так это то, что мы с вами Сидящие тут в своих физических телах Здесь не одни Если бы вы могли увидеть духовный мир Существующий одновременно с нашим Вы увидели бы всех ангелов Которые приписаны к вам Они сегодня пришли в церковь вместе с вами Есть ангелы, которые даны мне И есть ангелы Которым предписано наблюдать за вашими пожертвованиями Вы не знали этого, верно? Есть ангелы, которые ведут учет вашим пожертвованиям Так говорит Библия И я могу это доказать Есть ангелы, которые радуются спасению людей И записывают их имена В книгу жизни Ангца Есть ангелы, которые радуются, что я учу вот этому сегодня Потому что им уже надоело наблюдать Как вы бесконечно бегаете по кругу Как собачка Которая гоняется за своим собственным хвостом Сам не знаю, почему я это говорю Но вот что я вам точно скажу Бог сказал Я даю тебе силу приобретать богатство Он не сказал, что даст вам денег Он сказал, что даст вам что? Силу А что говорит Библия? Что Он благословит дела рук твоих Это значит, что ваши руки должны что-то делать Чтобы сила, которую он дает, пришла на них Чтобы они умножали ваше богатство Итак, если вы получаете способие по безработице и не работаете Потому что, говорите, если я пойду работать, я буду получать меньше, чем получаю по безработице Вы тем самым парализуете силу приобретать богатство Потому что Бог требует, чтобы ваши руки что-то делали Чтобы сила приобретать богатство пришла в вашу жизнь Так что лучше начать получать меньше, чтобы получить силу приобретать богатство Чем застрять на одном уровне доходов, живя на пособие А теперь послушайте, кто сегодня пришел в церковь, не зная, как заплатить по счетам В том месте, которое называется нужда, вы только гость И никогда оно не предназначалось для того, чтобы там жили вы Вам не предназначено в нем жить В месте, именуемом болезнью, вы только гость Вам никогда не было предназначено жить там И сегодня мы должны с этим покончить Аллилуйя И эта Библия научит вас как? Вы меня слушаете? Итак, 6 глава 4 книги Царств подтверждает существование духовного мира Которому вам надо быть чувствительными Или вы будете называть реальностью только то, что видите В Библии сказано, что видимое временно, а невидимое вечно Так что то, что вы не видите, вечно А то, что вы видите, подвергается изменениям Видимое временно, а значит, долго не продлится Так что если вы видите в своей жизни долги, это изменится Вы видите болезнь, и это изменится Все, что вы видите в своей жизни, подлежит изменению Мы хотим смотреть на то, что вечно Что сейчас не можем увидеть Но Бог хочет принести это в вашу жизнь Потому что когда мы родились свыше, Он вложил в нас что? У нас внутри уже есть нечто такое, что называется вечная жизнь Вечная жизнь — это не просто способность жить вечно Вечная жизнь — о, вот что это такое Вечная жизнь — это Божья жизнь Когда Бог вдунул в Адама дыхание жизни Он вложил в Адама свою жизнь, которая называется вечной жизнью Его жизнь, которую нельзя убить и которая не может умереть Внутри вас есть Божья жизнь Зоя, вечная жизнь, она вложена в вас. Вот почему дух нельзя убить, ведь он — производная вечной жизни. Она вечная. Скажите, у меня есть дух, который воскресил Христа из мёртвых, и он живёт во мне. У меня есть сила воскресения, и она живёт во мне. Кто из вас в это верит? Вы верите? Верите? Это то, что у вас есть. Это не то, что вам предстоит получить. Это то, что у вас есть сейчас. Если вы спасены, у вас есть вечная жизнь. Жизнь воскресения. Она внутри вас. Слава Богу. Вспомните, как на прошлой неделе мы говорили, что вы умерли во Христе, были распяты во Христе. Воскресли во Христе. И не могло быть ничего такого, через что Христос прошёл, а мы не прошли бы с Ним, потому что если вы во Христе, всё, что происходит с Ним, происходит и с вами. Если взять лист бумаги и положить его в книжку, то куда книжка, туда и листок. Что будет с книжкой, то будет и с листком, потому что листок в книжке. Верно? Но духовная сфера, это так важно, я должен показать вам реальность мира, который вы не можете увидеть физическими глазами, но вы знаете, что он есть. Теперь поймите, что духовный мир не воспринимается через ваши органы чувств. Нельзя установить связь с Духом посредством органов чувств. Невозможно судить о том, что происходит в Духе, потому что происходит в физическом мире. Потому что контактировать с Духом нельзя никаким естественным способом, за исключением одного — через Слово Божье. Слово — единственное, что способно проникнуть за грань между естественным и духовным миром. Почему? Потому что Иисус сказал, «Слова, которые я говорю вам, есть Дух и Жизнь». Слово — это то единственное, что проникает до разделения Души и Духа, составов и мозгов. Одно только Слово. И если все, что предназначается мне, находиться в Духе, как мне попасть в эту сферу, если не использую единственное средство, позволяющее туда проникнуть? И это Слово Живого Бога. Божье Слово. Это как бы тот банковский документ, который удостоверяет ваше право на владение тем, что уже сотворено в духовной сфере. Помните пример с компанией, которая демонстрирует товары, продаваемые по каталогу? Они выставлены в зале, но вы не можете взять ничего сами. Вы узнаете сумму, идете на кассу, там вам пробивают чек, и тогда вы возвращаетесь, предъявляете чек, вам выдают товар, и вы уносите его домой. Вот ваш чек. Это ваша чековая книжка. И вы не платите сами, потому что за все уже заплатил Иисус. Это ваша чековая книжка, но вы не можете просто взять то, что хотите получить, потому что ваш товар находится не здесь, а в другом помещении, на складе. То, что вам нужно, находится не здесь, а в другой области, в духе. И без этого чека, даже если товар оплачен, вы не можете забрать то, что уже принадлежит вам. Ну что ж, пришла пора это сделать. Повернись к соседу и скажи, пришла пора забрать свое. Свое исцеление, свое освобождение, свое преуспевание. Все это уже есть. Осталось получить. Четвертая книга царств, шестая глава. Доказательство реальности этой сферы, события, случившиеся со слугой Елисея, когда сирийское войско пыталось завоевать Израиль. Бог заранее показывал Елисею все передвижения сирийцев, пока, наконец, сирийский царь не сказал, кто-нибудь скажите мне, кто тот человек, который выдает наше местонахождение. И ему донесли, что это пророк Елисей, который знает обо всем, что происходит с царем, даже когда он таится. царь велел схватить его и привезти к нему. А Елисей тут еще проказник, доложу я вам. Елисей захватил целую армию, и вот как он это сделал. Когда за ним пришли, Елисей сказал, «Порази их слепотою!» И они ослепли. После чего они взялись за руки, так как не могли видеть. Они пошли за Елисеем прямо в руки к царю Израильскому. В этот момент Елисей сказал, «Откроем глаза!» Они открыли глаза и тут же все поняли. Израильский царь предложил, «Давайте их убьем!» А что же Бог? Бог сказал, «Нет, не убивайте их! Накормите их и отпустите в освоясье!» Что произошло? Они победили, потому что проявили сострадание. Они не стали поступать, как все. Друзья, послушайте, вам незачем поступать, как все. Чтобы победить, вам незачем поступать, как все. Вы можете поступать, как Божье дитя, и поступать таким образом одержать победу. Не забывайте свою сущность. Вы верующий, сын или дочь всемогущего Бога. Поступая иначе, Аллилуйя, вы добиваетесь выдающихся результатов. Не дайте этому миру обмануть вас. Не поступайте, как истинный бизнесмен, чтобы добиться успеха. Поступайте, как Иисус, и Он покажет вам путь к успеху. Когда к вам начнут приходить бизнесмены, уговаривая провести семинар, а вы скажете, «Друзья, послушайте, все, что я знаю, это то, что я обрел благодать и Иисус Господь». Итак, смотрите, 15 стих. «Поутру услужите человека Божия». Итак, царь послал к Елисею своих воинов. Они окружили Елисея там, где он находился. Его слуга вышел на улицу, увидел сирийскую армию, исполнился страха и подумал, «Мы все умрем». Трудно сказать, что подумал Елисей, так как он не дал волю чувствам. «Сделай же что-нибудь, открой глаза, хватит сидеть и важничать. Ты что, не видишь, что мы сейчас умрем?» Такое чувство, что Елисей был афроамериканцем. Любопытство не наш конек. «Не представляю себе фильм ужасов с участием афроамериканца, который, услышав странные звуки, говорит, «А это что еще такое?» Афроамериканца уже и след простыл. Конец фильма. Смотрите следующей серии. 15 стих. «Поутру служитель Человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он, «Не бойся!» Вот и ответ. До тех пор, пока вы не боитесь, дьявол ничего не может сделать. Повернись к соседу и скажи, «Не бойся!» Потому что тех, которые с нами больше, нежели тех, которые с ними. Этот человек мог видеть духовный мир. Его не волновало происходящее вокруг. Он говорит, «Посмотри и увидишь, что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Представляете, что подумал Геезий? «Парень, ты сошел с ума? Что ты такое говоришь?» Поймите, когда вы живете в материальном мире, вы воспринимаете все происходящее с точки зрения материального мира. Но теперь, когда вы уверовали, вам предстоит выйти за рамки материального мира, за рамки того, что видно глазу, чтобы преуспеть в материальном мире. Вы должны понимать, что существует духовный мир, в котором обитает Бог и ангелы, что существует духовный мир. Вам предстоит выйти за рамки видимого, за рамки очевидного, и обрести уверенность в невидимом, поверить в его существование, потому что в Библии так написано. Аллилуйя! У каждого верующего в жизни наступает момент, когда проверенные средства и методы теряют свою эффективность. В этот момент вам предстоит проникнуть в неизведанное. Итак, смотрите, что было дальше. 17 стих. И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Вопрос, страдал ли Геезе физической слепотой? Нет. В противном случае он бы не мог видеть сирийскую армию. Но если его физические глаза были открыты, что имел в виду Елисей, говоря, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Открой духовные глаза его сердца и позволь ему увидеть то, что не видно глазу, каким бы острым ни было его зрение. Это значит, что ваши физические глаза не способны видеть. Они не способны видеть. Но если я чего-то не вижу, это не значит, что этого нет. Вы получили духовное зрение, и временами Бог будет его задействовать. Но кроме этого, в вашем распоряжении имеется Божье Слово и слова веры, чтобы через призму Божьего Слова увидеть то, что не видно глазу. Чтобы через призму Божьего Слова увидеть то, что не видно глазу. Чтобы через 3D-очки Божьего Слова увидеть то, что не видно глазу. Не позволяйте тому, что вы видите, задавать направление в вашей жизни. Перестаньте руководствоваться своим физическим зрением и начните смотреть через призму Божьего Слова. И через призму Божьего Слова вы увидите то, чего не видели ваши глаза. Когда я смотрю через призму Божьего Слова, я вижу свое преуспевание, я вижу свое исцеление, вижу свое освобождение, я вижу новую работу, свободу от долгов, я вижу счастливый брак и воспитанных детей через призму Божьего Слова, я вижу внуков, я вижу деньги, чтобы заплатить по счетам, я вижу новые блестящие идеи. Перестаньте руководствоваться своим физическим зрением, руководствуйтесь Божьим Словом, доверьтесь этому Слову, во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Друзья, если вы этого не делаете, вы окажетесь в тупике материального мира, и будете подвержены его воздействию. И знаете что? Если вы не нашли ответ в материальном мире и не верите в духовный мир, вы в тупике. В материальном мире я чувствую, что заболел. К этому есть все предпосылки. Грех произвел бактерии, вирусы и тому подобное. Если я руководствуюсь своим физическим зрением, я признаю только материальный мир. Я верю только тому, что вижу. Если вы говорите, пока я не увижу, не поверю, вы в тупике. Если вы зависите от мировой экономики, вы в тупике. Вы в тупике. Я не хочу загонять свою жизнь в тупик. Я не хочу. Вот почему я не люблю, когда мне говорят, что это невозможно. Я не люблю, когда меня пытаются загонять в рамки материального мира, потому что я не смотрю на то, что вижу. Я смотрю через призму другого измерения. Я смотрю на то, что кажется невозможным. Я смотрю на то, что Бог уже сделал в другом измерении. Божье Слово сделало для меня доступным то, что Он совершил в другом измерении. Вы в депрессии, у вас плохое настроение, вы подавлены. А все потому, что вы в тупике этого мира. И вы не смотрите... Послушайте, если вы устали находиться в тупике и не знаете, что делать, мой вам совет, перестаньте руководствоваться своим физическим зрением и начните смотреть через призму Божьего Слова. Аллилуйя! Аллилуйя! И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. Я знаю, каково это. В 2000 году мои глаза открылись. Мне хотелось знать, что если я умру, как именно это произойдет. У меня открылись глаза. Я никогда не забуду, как стоя с открытыми глазами. Я не видел, что происходит у меня перед глазами. Я видел другое измерение. Я слышал другое измерение. Я оглянулся, и мне показалось, что люди словно возникают из тумана. И чем ближе они подходили, тем яснее я понимал, кто они и что собой представляют. Я подумал, «Вот это да!» Я услышал голоса, эхом доносящиеся из другого измерения, как вдруг, в то время, как они приблизились и начали принимать форму, я увидел их лица. Я помню голос, говорящий, «Нет!» Слишком много незавершенных дел. И в следующую секунду я увидел, что лежу вверх ногами. Я сказал, «Вот это да! Мне пора в отпуск!» Это было нечто. Я подумал, «Но знаете, как бы то ни было, слава Богу, я начал славить Бога. Я не мог выбросить это из головы. Это преследовало меня. Я пошел в больницу, когда я выписался. Я разыскал одному служителю и спросил, «Ты такое видел?» А он сказал, «Да! До сих пор как живые!» В тот день я понял, что смерть пришла за мной. А еще я понял, что небеса были не готовы к моему приходу. В то время еще не существовало церкви в Нью-Йорке и более 20 поместных церквей не было дополнительных офисов, которые мы впоследствии открыли, и многого другого. А я и не знал, что все это должно произойти. Нельзя доверять тому, что я вижу своими глазами. Это обманчиво. Я смотрю на реальное положение вещей в окружающем мире, но я не увижу истину, если буду смотреть на факты, забывая заглянуть в Библию. Если врачи обнаружили у вас рак, это факт. А истина такова, что ранами его я исцелен. Если вы по уши в долгах, это факт. А в Библии сказано, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе. Если вы находитесь в плену зависимости, это факт. Но здесь я обрету свободу. Я буду смотреть сюда. Вот почему это так важно. Спасибо, Господь, за дух премудрости и откровения в познании Его. Каждый день молитесь этой молитвой. Отец, даруй мне дух премудрости и откровения в познании Его. Это то, в чем мы нуждаемся в последние дни. Мудрость и откровения. Не только опыт, сколько мудрость и откровения. Мудрость и откровения в познании Его. Теперь, когда Бог делает нечто новое, я осознаю, что мой опыт ничего не значит. Мне нужна мудрость и откровение в познании Его. Аллилуйя. И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуги, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея. «Когда пошли к нему серияне, Елисей помолился Господу и сказал, «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. Возникает вопрос. Мы прочитали, что он увидел коней и огненные колесницы. А когда они появились? В тот момент, когда он их увидел? Нет, они уже были там. Они уже были там. Они были там до того, как он их увидел. Они были там, когда у него возник соблазн поддаться страху. Они уже были там. Послушайте меня внимательно. Ваше исцеление уже произошло. Ваше освобождение и приспывание уже активно. Ваша защита уже активна. Но я ничего не вижу. Вы не можете увидеть свой мозг, но убеждены, что он у вас есть. С каких пор это стало решающим? Я ничего не вижу. Я никогда раньше этого не видел. Ну и что с того, что вы этого не видели? Задумайтесь об этом на мгновение. Существует духовный мир, населенный духовными существами. Ангелы, херувимы, серафимы. Существует духовный мир, облеченный в духовную оболочку. Когда пройдет время вам умирать, вы, будучи верующими людьми, даже не поймете, что произошло, потому что плавно перейдете от осмысления физического мира, когда вы жили в теле, в духовный мир, облегшись в свое духовное тело и сможете уразуметь духовный мир, сами того не понимая. Вам откроется доступ в духовный мир, который был для вас закрыт, пока вы жили в физическом теле. Но теперь в своем духовном теле вы можете осмыслить и постичь те вещи, которые были для вас непостижимы вне вашего духовного тела. 15 глава 1 Коринфянам сообщает нам, что есть тело духовное, есть физическое. Аллилуйя! Как написано, смерть, где твое жало. Иисус вырвал жало смерти, чтобы переход был легким и безболезненным. Безболезненным. Аллилуйя! И то, где вы находитесь, они не могут попасть к вам, а вы и к ним, пока Бог этого не сделает, приведя наши тела одновременно и в физическое, и в духовное состояние. Это будет потрясающе. Мертвые во Христе воскреснут, ваше тело изменится. На что оно будет похоже после того, как изменится? Оно будет подобно телу Христа, когда он мог пройти через закрытую дверь, после чего сел и поел. О, я не могу этого пропустить. Итак, дальше. В посланнике эфесянам написано, что во Христе мы уже благословлены всяким духовным благословением в небесах. Аллилуйя! Но если я хочу получить материальное благословение, я не смогу этого сделать, пока не получу духовное благословение. Нельзя получить материальное благословение, не получив прежде духовного. Я не смогу жить в своем физическом теле, если из него убрать моего духовного человека. Духовное всегда предшествует физическому, материальному. И так он уже благословил вас всяким духовным благословением. А это значит, что вам доступны все материальные блага, поскольку вы уже получили духовное благословение. Давайте разберемся. Это происходит в духовном мире. В Библии сказано, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах. Это духовный мир, правильно? Но далее он продолжает и говорит, благословивший нас во Христе. Возникает вопрос. После того, как мы получили новое рождение, где теперь живет Иисус? А? В Библии сказано, Христос в вас. Не так ли? Написано, Христос в вас надежда славы. Надежда откровения. Надежда или ревностное ожидание явления. Христос в вас. Надежда славы. Другими словами, он говорит, все, что вам нужно, находится в духовном мире на небесах. Небеса сокрыты во Христе, а Христос в вас. Возникает вопрос. Где все? Во мне. Во мне зачем далеко ходить, кричать и срывать голос в попытке докричаться до небес. Ваше исцеление сокрыто в вас. Ваше освобождение сокрыто в вас. Ваши деньги, ваша работа, ваш счастливый брак находятся в вас. Все необходимое для успешной жизни заложено в вас. Вы подобны человеку, стоящему у колодца и которого мучает жажда. вы ходите взад-вперед, в надежде, что Бог что-то для вас делает, в то время, как сами являетесь носителем ответа. В вас заключено решение. В вас заключено исцеление. В вас заключена мудрость, ведущая к достижению огромного богатства. Понимаете, почему так важно быть верующим? Если вы сидите и смотрите на меня, всем своим видом говоря, «Ух ты! Это что-то новенькое. Это только полдела. Я пытаюсь донести до вас знания. Это только полдела». Что толку от знаний, которыми нельзя воспользоваться? Что толку, если я скажу вам, что открыл счет в банке на 5 миллионов долларов на ваше имя? «Я уезжаю на 30 лет. Увидимся по возвращении». «Хорошо. Вы можете имя воспользоваться?» «Нет». «Почему?» «Я не дал вам номер счета». 30 лет банк начисляет проценты на вклад, открытый на ваше имя. Но вы не знаете номер счета. Обидно, правда? Нищий с 5 миллионами. Обидно. «Поглощая глазами картинки еды». «Вам доводилось есть еду глазами?» «Поглощая глазами картинки еды, в то время как в банке лежат 5 миллионов, которыми я не могу воспользоваться». «Понимаете мою мысль?» «Потому что именно это происходит с нами каждый день, когда я, зная о принадлежащих мне несметных богатствах в любых аспектах моей жизни, не могу ими воспользоваться из-за своего неверия». «Пастор, я, конечно, все понимаю. Закругляйся. Сколько можно говорить?» «Ну да, все это, конечно, очень хорошо, но я ничего не понимаю». «Кто-нибудь понял, о чем он говорит?» «Я ничего не понимаю. Мне бы со своими проблемами разобраться». «И вы продолжаете жить в нищете». «А я делюсь с вами сокровищами». «Я открываю вам такие истины». «Но вы мне не верите». «Неверие» — это первопричина, почему христиане не могут по праву воспользоваться тем, что им принадлежит. Иисус сказал, «Многие не исцеляются по неверию их». Он не мог их благословить. Он не мог их освободить. Он многого не мог для них сделать из-за их неверия. Интересно, сколько среди нас неверующих верующих? Неверие — это единственное, что может помешать вам этим воспользоваться. «Пастор, я всё понимаю, но я не могу в это поверить». Почему? Потому что вы не видите этого своими глазами. Вы ограничиваете свою жизнь верой в то, что можно увидеть, почувствовать, потрогать, попробовать на вкус и запах. Это признак плотского человека с плотским разумом, потому что плотской человек руководствуется пятью органами чувств. сколько можно жить, вынашивая в себе всё то, в чём мы нуждаемся и сожалея о том, чего мы лишены. Мы приходим в церковь, слышим проповедь и уходим, не поверив ни единому слову. Мы ходим в церковь, боясь оказаться в аду. Хотя Иисус уже всё предусмотрел. Мы создаём проблему там, где её нет. Мы делаем из этого проблему, хотя всё давно улажено. Если вы воссели одесную Бога на небесах, как вы можете не попасть туда, где уже находитесь? Это касается всего, что Бог нам уготовал. Однажды на небесах наступит такой момент, если мы не поймём этого за те несколько дней, которые нам остались на этой земле, если мы этого не поймём, наступит такой момент, когда мы придём на небеса и увидим это и скажем, «Боже мой!» Я 30 лет с этим мучился, не зная, что это было так близко. Боже мой! Дьявол безумствует в материальном мире, лишь бы не дать нам постичь духовный мир. Сколько ещё мы будем... Будьте здоровы! Сколько это будет продолжаться? Нищие, подавленные, раздражённые, унылые, злые, недовольные, напуганные, больные, посредственные, бессильные верующие. Я хотел бы, но не могу. Я пытаюсь не замечать очевидного, но это очевидно. Сколько это будет продолжаться? Скажите, «Недолго». Послание к Филимону. Иначе мы так до него и не дойдём. Вот тебе и Филимон. Это последний раз, когда я учусь Филимона. Без веры в завершённую работу Иисуса Христа никто не может ею воспользоваться. Без веры в завершённую работу Иисуса Христа никто не может ею воспользоваться. Без веры в завершённую работу Иисуса Христа, которая включает в себя исцеление, прощение, преуспевание, освобождение, всё необходимое в этой жизни входит в завершённую работу. Без веры в завершённую работу никто не сможет ею воспользоваться. Вера — это моё принятие Божьей истины. Вера — это моё принятие Божьей истины. Послушайте внимательно. Вера имеет своим основанием прошлое, устремляясь в будущее. Божьей истины. Божьей истины. Божьей истины. Божьей истины.